С какого возраста можно сидеть на переднем сидении автомобиля? С 12 лет. На какой свет нужно приходить за дорогу? Зеленый. Где нужно приходить за дорогу? На пешеходном переходе. Отвечая на вопросы викторины, посвященные правилам дорожного движения, воспитанники санатория «Елочка» демонстрировали полную осведомленность. Беседа начальника ГАИ и Брестского РОВД Александра Каспирука с участниками конкурса детского рисунка о правильном поведении на дороге вводная часть мероприятия, после которой состоялась церемония награждения победителей творческого состязания. Все это делается с той целью, чтобы перед началом учебного года напомнить жителям Прибужья о необходимости соблюдения правил дорожного движения, о том, чтобы когда они пойдут в школу, это у них отложилось в памяти, и они неукоснительно соблюдали правила дорожного движения. Близняшки Виктория и Маргарита Полулех – самая активная участница конкурса. Своими рисунками они доказали, что знания правил дорожного движения, а также их соблюдения помогут избежать непредвиденных и печальных ситуаций на дорогах. Во-первых, я очень люблю рисовать и участвовать в конкурсе. И участие и победа – это приятно. Я хотела, чтобы люди, посмотрев на эти рисунки, еще больше захотели соблюдать правила дорожного движения, носили фликера и останавливались, когда видят красный свет. Ну и вообще, когда дарят подарки, это тоже очень приятно. Гвоздем художественного соревнования стал рисунок на асфальте, где яркая надпись с цветными мелками «Мы за правила дорожного движения» демонстрирует серьезное отношение детей к безопасному поведению на дорогах, о важности которого они говорят со знанием дела. Если не соблюдать правила дорожного движения, то если дети не будут соблюдать правила дорожного движения, то они могут попасть в аварию или еще куда-нибудь. Соблюдать правила дорожного движения важно, чтобы в первом случае сохранить себе здоровье, потому что не дай бог еще там собьет машину или еще что-нибудь. То, что даже если, например… Избежать аварии. Да. В жизни много правил, но здоровье оно превыше всего, и мы должны ценить свою жизнь, смотреть за собой. Соблюдать правила? Конечно. Начальник ГАИ Брестского РОВД поздравил победителей и самых активных участников конкурса, вручив им поощрительные призы – альбомы для рисования и светоотражающие элементы – фликеры. По словам Александра Касперука, такая форма, как творческие состязания, является наиболее эффективным средством работы по предупреждению детского травматизма на дорогах.